Я бы хотел остановиться на нескольких буквально вопросах и поговорить о том, каким был украинский фактор, собственно, не только украинцы на Сталинградской битве, но и в целом украинский фактор в этот период. 22 июля 1942 года, после сдачи из Свердловска в Рашлоградской области, вся территория Украины оказалась вкупированной войсками Агрессии. В событиях первого года военно-рельефно продемонстрировали сильные и слабые стороны политической и социально-экономической системы, созданные в 20-30-е годы, настроения различных слоев украинского общества. Большинство украинских исследователей усматривают нежелание значительного количества людей воевать за советскую власть, последствия перегибов в ходе социалистического эксперимента, расплачивания, годомор, репрессии политические, подход к решению национального вопроса, ну и так далее. Отдельные специалисты, развенчивая миф о морально-политическом единстве советского общества, делают упор на предпосылки и конкретные проявления кризиса лоярности к сталинскому режиму Украины. При этом главным критерием низкой боеспособности Красной Армии считается огромное количество военноплевых, наличие пораженческих настроений в армии и паники в обществе, массовое дезертирство и так далее. Я здесь, в Москве, в Архиве обнаружил такую цифру. Только во второй половине 41-го года было задержано 638 тысяч лиц за подозренное дезертирство. И это только в районе тыла Юго-Западного и Южного фронтов. Эти выводы, а выводы не только украинских историков, в том числе и западных, в частности Далина, коррелируются с оценками руководителей республики. Например, секретарь ЦК КПБУ Коротченко признала, что абсолютное большинство, цитирую, гражданского населения Украины не желало продолжать борьбу против немцев, а стремилось разными способами приспособиться к оккупационному режиму. Признание кризиса доверия людей в власти косвенно прозвучало после войны и из уст самого страны. Но я не буду на этом вопросе останавливаться. Тут уже прозвучали в докладах и академика Чабрияна, и моих коллег тезис о том, что существовали сложности. Режим пытался и командование, и руководство страны исправить ситуацию на фронте. Не все эти мероприятия оказались эффективными, но их следует признать необходимыми в тех условиях, которые сложились в 41-42 году. Но, не останавливаясь на характеристики системы, или другими словами, государства, обратим внимание только на отдельные штыки, отражавшие не только негативные, но и позитивные элементы в отношении украинского общества к войне. Уже начальный ее этап продемонстрировал искреннее желание многих людей с оружием в руках отстаивать независимость своей родины. Прежде всего, это проявилось в добровольном движении в период мобилизации в Красную армию, истребительные батальоны, народное облачение. Вот тоже одна цифра, очень такая яркая. К началу 42-го года народное облачение на территорию республики вступило 1 миллион 300 тысяч граждан республики. Тисячи людей вошли в составе, а затем эти формирования в полном составе входили, вливались в ленты Красной армии, и люди эти воевали с оружием в руках, и на территории Украины, и потом на территории Белоруссии, Российской Федерации против врага. В результате эвакуационных мероприятий в восточные районы Союза СССР были перебасированы более полутысячи крупнейших предприятий республики, 16 отраслевых научно-исследовательских институтов, более 70 русов, 40 театров, ну и так далее, и так далее. Киностудии, колхозы, самхозы, в частности на Поволжье, Саратовской области, более 130 самхозов и колхозов размещались, которые там же не просто базировались, а работали на оборудовании. С помощью ученых Института электросварки АНКУ СССР во главе с Патоном внедрялись новейшая технология сварки под флюсом, позволившая ускорить установку брони на танках. На Урале специалисты, рабочие прибывшие с оборудованием Харьковского тракторостроительного завода, помогали создавать знаменитый танкоград. В Сирлитамаге представители Одесского станкостроительного завода устанавливали прямо на двух площадках оборудование, начали выпускать продукцию, а потом уже вокруг них вырастали цеха. Коллектив Запорожье-Кироворожского металлургического завода ввел в действии эвакуированное с Украины оборудование в Нижнем Токиле. Ну и вот это сотрудничество военно-экономическое, оно шло по всем отраслям науки, техники и сельского хозяйства. Можно спорить о природе социалистического соревнования, соревновательной формы организации труда и принудительной, и добровольной, но нельзя как-то уменьшить результаты этого движения патриотического. Кроме этого, существовали патриотические движения, связанные с акциями сбора средств на сооружения танковых колонн, авиационных эскадрилей, буквально одна цифра. Только колхозники, которые работали на территории Саратовской области, с Украины, собрали на танковые колонны и авиационных эскадрилей более 5 миллионов 460 тысяч рублей. Кроме того, было передано огромное количество зерна фуража воинам Сталинградского фронта. Донорское движение, новаторское движение, целый ряд других патриотических начинаний, которые ширились не только на территории республики, и в 1941 году, а которые потом продолжались и в 1943-1945 годах, в них участвовали и украинские колхозники, и рабочие представители интеллигенции. Несмотря на то, что через год после начала гитлеровской агрессии Украина была полностью занята противником, в советских вооруженных силах воевало несколько миллионов граждан республики. Только до конца 1941 года с территории УССР, ряды Красной Армии и ВМФ, влилось более 3 миллионов человек. Это была неполная мобилизация в Западном Украине, она, по сути, была сорвана на правой бережью. Уже в 1943-1945 году еще более 3,5 миллионов граждан Украины влилось в состав действующих армий. 12 июля 1942 года на базе полевого управления бывшего Юго-Восточного фронта был создавал Сталинградский фронт. Большинство частей объединения этого фронта были неукомплектованы. Значительная часть украинских граждан, эвакуированных вглубь страны, вливалась в состав этих формирований. Тоже несколько цифр буквально. К примеру, в июле 1942 года в 1-й гвардейской армии украинцам рассчитывалось более 7 тысяч, 21-й, 11-й, почти 12 тысяч, 63-й, 6 тысяч, 64-й, почти 7 тысяч. В среднем дивизии указанных армий имели от 9 до 11% выходцев с Украины, 62-й армии почти 30%. Значительное количество выходцев с Украины воевало в составе Минго-Западной Донского фронта. Я не люблю перечислять героические сложные эпизоды, в которых принимали участие представители Украины. Скажу только, что действительно, таких людей было много и буквально вот такая иллюстрация. За стойкость и мужество, проявленные в Сталинградской битве, 112 офицеров и солдат, в том числе 15 украинцев, были достойны высокого звания героя Советского Союза. Кроме того, многие были награждены высшим государством виноградовым. Сталинградская битва заложила основание коренного перенома в войне, об этом сегодня много уже говорилось, но для Украины это тоже была особенная битва, если бы не было этой победы, не было бы возможности освободить от нацистских оккупантов и Украину. Опыт Сталинградской битвы использовался во время проведения наступательных операций на территории республики в 1943-1944 году. Являясь неоспоримым свидетельством роста советского военного искусства в ходе войны, он одновременно содержит поучительные уроки, без которых сложно представить последующие победы в Красной Америке. Сегодня в Украине этот опыт действительно изучается, хотя не так интенсивно, как хотелось бы, а на некоторых научных конференциях доходит иногда до немножко таких уже смешных вещей, вещей, ну допустим, битва за Борисовый Град, там тоже докладчики были, которые называли это новый Сталинград. Эти аналогии, они с научной точки зрения совсем корректны, говорят о том, что Сталинград стал маркером, по которому потом не только полководцы, но и сейчас ученые пытаются как-то сравнивать другие боевые операции, ставить Сталинград точкой счета для развития советского военного искусства. Надо уже сказать, что в Украине этот опыт не забыт, он изучается. Я отдельно хотел сказать о работе нашего музея, очень авторитетного Великой Отечественной войны, в которой приезжают гости из-за рубежа и очень высоко оценивают нашу совместную работу. А музейные работники очень тесно контактируются с академической наукой, и мы думаем, что та работа в плане исторической памяти, которая у нас ведется, заслужена тоже на специальное изучение, на одобрение. Я желаю нам тоже плодотворного сотрудничества, тот проект, о котором говорил Академич Мурьян, в Украине тоже встречается с пониманием и с содействием. Спасибо вам за организацию этого конференции. Спасибо.